Когда началась первая волна коронавирусной инфекции, действительно детское население практически не болело. Детки являлись либо переносчиками этого заболевания, либо проходило все это бессимптомно. Предупреждали родителей о небольших сомнениях в плане состояния здоровья ребенка не сидеть дома и не заниматься самолечением, а при каких-то ситуациях что-то непонятно, что-то неясно родителям, всегда обращаться к врачу. Особенно если детки с какой-то сопутствующей тяжелой патологией, то есть с сахарным диабетом, тут аналогично как и со взрослыми. То есть на фоне имеющейся какой-то соматической патологии коронавирусная инфекция, она протекает, конечно, сложнее. Поэтому этих деток однозначно сразу же, если есть в анамнезе сахарный диабет, если есть в анамнезе бронхиальная астма, и плюс коронавирусная инфекция, таких деток однозначно направляли на стационарное лечение к нам. У детей, как вот отсутствие вкуса и отсутствие запаха, у детей его нет. Поэтому если у ребенка высокая температура, особенно свыше 39 градусов, не надо ждать несколько дней, хотя бы в первые сутки двое. У детей даже уже раньше выявляется и методом ПЦР коронавирусная инфекция. Если у взрослых это пятые-седьмые сутки, у детей третьи-пятые. У ребенка намного быстрее уже будет, он будет являться выделителем этого вируса. Один из признаков таких вот, ну, сухой кашель, высокая температура, температура, которая держится несколько дней, да, потом у детей может болеть ухо. Особенностью проявления именно вот ковид-инфекции у детей, наверное, можно сказать, это то, что, ну, практически не свечается у взрослых, это боли в животе. То есть, поэтому очень важно провести такую дифференциальную диагностику. На самом ли деле это заболевание, острое заболевание живота, да, его брюшной полости, аппендицит, или это все-таки ковид. Поэтому мы стали более щепетильнее, скажем так, относиться именно к деткам с заболеваниями, с болями, вернее, в животе. Эти детки, если у них еще диагностирован ковид, то эти детки наблюдаются хирургами, и, как правило, диагноз аппендицит исключается, и это на самом деле оказывается коронавирусная инфекция. А по возрасту здесь мы встретились с самыми разными возрастными категориями детей, начиная от периода новорожденности, да, и до 18-летнего возраста. Ну, скажем так, по нашему опыту, вот то, что мы заметили, наиболее такие вот сложные детки и в диагностическом плане, и в лечебном, это вот категория деток в возрасте до 5 лет, и в возрасте где-то в подростковом, где-то, наверное, от 10-12 лет и до 15. Абсолютно все детки, которые лечились в нашем учреждении, даже которые и прошли реанимацию, вот, они все выздоровели, они все выписали. Субтитры создавал DimaTorzok